Ночь С 14 на 15 мая в Москве была очень шумной. Коронационные торжества по поводу восхождения на престол нового российского императора Николая II были в самом разгаре. В это же время в университетской квартире тихо уходил из жизни великий ученый и великий педагог. Но праздничной Москве до него не было никакого дела. Александр Григорьевич Столетов. Великий русский физик-экспериментат. Автор первого закона фотоэффекта. Изобретатель двух методов магнитных измерений веществ. Ему обязана своим рождением современная квантовая теория. Телевизор, фотоаппарат, видеокамера, вентгеновские аппараты, фототелеграф, копировальные машины, солнечные батареи, охранная сигнализация, электромагнитные двигатели, генераторы, трансформаторы, реле. Все то, что мы привыкли считать техническими новинками двадцатого века, на самом деле родом из века девятнадцатого. Это наследие Столетова. Но почему мы так мало знаем о человеке, который так опередил время? Все неприятности в жизни профессора Столетова начались после трагического события. Один из служащих университета умер от голода. Узнав об этом, Столетов предложил создать комиссию по оказанию помощи семьям сотрудников, попавших в бедственное положение. А еще обратился к попечителям университета с просьбой увеличить зарплаты низкооплачиваемым служащим. Ректору Московского университета Боголепову не понравилось, что Столетов обратился к попечителям через его голову. Он обвинил профессора в самоуправстве, а заодно в краже документов из канцелярии. Это было чудовищно. И Столетов перестал здороваться с ректором и подавать ему руку. Он был воспитан совсем в других традициях. Александр Столетов родился во Владимире. Рос в большой дружной семье. Любящие родители, пятеро братьев и сестер. У Саши Столетова было счастливое детство. С картинками, а с зимними играми, а с домашним детским театром, а с маленькими подарочками и большими сюрпризами. Воспитанием детей в семье занималась Александра Васильевна. Маменька. Как ласково называет Саша Александра Васильевна в своем дневнике. Его родители принадлежали к купеческому сословию. Но круг их общения составляла Владимирская интеллигенция. Краеведы, историки, журналисты, учителя и врачи. То есть семья эта, хотя с одной стороны была одной из множества купеческих семей, но она вместе с тем и выделялась. Вот тем, что тягонело к чтению литературы. В семье Столетовых больше прочего ценили знания. В доме была большая библиотека. Отец Саши, Григорий Михайлович, покупал книги, выписывал журналы. Саша научился читать в 4 года, а писать в 5. В 1856 году Александр заканчивает Владимирскую мужскую гимназию с золотой медалью. Уже в гимназические годы у него созрело такое устойчивое желание учиться дальше и учиться физике и математике. В 1856 году Александр Столетов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его студенческие годы пришлись на бурное время революционного подъема. Современники печатались обличительные статьи Чернышевского, Добролюбова, Писарева, стихи Некрасова, сказки Салтыкова-Щедрина. По стране прокатилась волна студенческих выступлений, во главе которых стоял Московский университет. Преподаватели и студенты обратились к царскому правительству с требованием изменить политику в области просвещения. И правительство уступило. Университетам вернули многие льготы, отнятые за годы правления Николая I. Разрешили посылать студентов на практику за границу, а также передали попечительство над учебными заведениями прогрессивно мыслящим людям. Чуть позже в университеты был открыт доступ лицам низшего сословия. Их обучение оплачивалось из государственной казны. Эти студенты, в их числе и Александр Столетов, жили в казенных номерах на четвертом этаже библиотечного корпуса. Можно сказать, что преподавателями, у которых набирался знаний Александр Григорьевич, были передовые люди своего времени, профессора Брашман, Любимов и Бредихин, который не очень намного был старше Александра Григорьевича. Это в будущей так светил астрономии российской. В 1860 году Александр Столетов с отличием закончил университет. Декан факультета обратился к попечительскому совету с просьбой оставить Столетова работать в физическом кабинете. Решение этого вопроса затянулось на год. За это время Александр Столетов успел подготовиться к экзаменам на степень магистра физики. Но защищать диссертацию не стал. Уехал на стажировку в Германию. Он очень хорошо понимал, что прекрасно владея теорией физики, у него не хватало практических навыков лабораторного исследования. И вот целью его заграничной поездки как раз и было научиться лабораторному мастерству, то есть мастерству исследователя. Гейбельберг, Геттинген, Берлин. Учеба и работа в лабораториях лучших европейских физиков. Густава Керхгофа, Вильгельма Вебера, Генриха Магнуса. В Москву Столетов вернулся только через три с половиной года. В сентябре 1866 года на физико-математическом факультете Московского университета появился новый преподаватель. Александр Григорьевич Столетов. Молодой, щеголеватый, но с выправкой почти военными. Превосходный лектор и в то же время вдумчивый исследователь. Он относился к своим студентам почти с отеческой заботой, но при этом был строг. Получить у Столетова на экзамене высший балл было очень непросто. Однако, когда кому-то из студентов требовалась защита или кто-то из них попадал в трудное положение, они шли к Столетову. По своим взглядам и убеждениям, Александр Григорьевич был демократически настроенный человек и не терпел фальши, несправедливости, какого-то жесткого, жестокого даже отношения к людям. Поэтому, когда студенты поднимали на забастовки или выступали с петициями, он очень внимательно подходил к этому вопросу, разбирался в сути дела. И если считал, что их требования обоснованы, то он первым ставил свою подпись в суд защиту. Это способствовало росту популярности Столетова у передового студенчества и в то же время восстанавливало против него реакционно настроенную профессору. В России к тому времени началась реакция. Были закрыты современник и русское слово. Правительство обрушилось на университеты, как на очаги крамолы. Зимой 1869 года Столетов защитил диссертацию на степень магистра и был утвержден в звании доцента. Тема его первой научной работы была одна из задач общей электростатики о перераспределении электрических зарядов в проводника. Великий английский физик Уильям Томпсон, лорд Кельвин, сумел найти решение для двух проводников. Столетов поставил перед собой цель решить задачу для любого количества проводников любой формы. Вот суть этой задачи. Возьмем два проводника. Зарядим один из них электричеством и поднесем к незаряженному. На нем тот же появятся заряды. Теперь этот заряженный проводник начнет действовать на первый. И заряды на нем перераспределятся. Так они будут действовать друг на друга, пока между двумя проводниками не установится электростатическое равновесие. Вопрос. Как окончательно распределяться заряды? Столетов одолел эту головоломку очень элегантным способом. Он разбил сложную задачу на ряд более простых задач взаимодействия всего лишь двух проводников. Потом объединил результаты решения этих простых задач. Получил решение общей задачи. В этой работе Столетов показал, что он блестяще владеет самыми сложными и тонкими математическими методами. В своей докторской диссертации Столетов исследовал явление намагничивания мягкого железа. Он выяснил, что намагничивание непропорционально силе тока. Сначала оно быстро растет. Затем изменения замедляются. А при некоторых значениях тока интенсивность намагничивания остается постоянной и не меняется даже при увеличении силы тока. Причем каждый сорт железа намагничивается по-своему. Магистерская диссертация Столетова имела огромное значение для теоретической электрофизики. Докторская диссертация имела уже практическую направленность в области электротехники. Столетов одним из первых понял, что для создания эффективных устройств электротехники, таких как электромоторы, трансформаторы, которые бурно развивались в то время, необходимо понимать и изучать магнитные свойства железа, из которого они изготавливаются. По методам, разработанным Столетовым, магнитные свойства материалов изучают по сей день. Защитив докторскую диссертацию, в 1872 году новоиспеченный ординарный профессор Маск основал первую в России учебно-исследовательскую физическую лабораторию. О лаборатории Столетов хлопотал долго. Почти три года. И труднее всего оказалось не раздобыть свободное помещение и не выпросить денег на закупку приборов и оборудования, а убедить университетское начальство в необходимости физического практикума для студентов. Столетов не раз и не два выступал на заседаниях совета профессоров. Объяснял, что без лаборатории факультет выпускает не доучи, что одними только лекциями невозможно вырастить настоящих исследователей. Еще говорил, что лаборатория нужна не только студентам, но и преподавателям, и что университетские кафедры должны стать центрами научно-исследовательской работы. Сколько докладных записок он написал за это время, но получал только отказы. Однако Столетов был настолько уверен в успехе, что уже в 1870 году вместе со своим учеником Николаем Шиллером начал готовить задачи для будущего физического практикума. А пока организовал физический кружок для своих самых способных студентов. Еженедельные занятия кружка проходили на квартире Столетова. Здесь и было положено начало русской школе физиков. Из Столетовского кружка вышло много выдающихся ученых. И талантливый теоретик Николай Умов. И отец русской авиации Николай Жуковский. И будущее светило русской науки Петр Лебля. Кстати, на заседание кружка ходили не только студенты Столетова, но и его коллеги по университету. Брезихин, Цингер, Слуцкий. И разговоры на этих собраниях велись не только о науке. Александр Григорьевич Столетов был не сухим ученым, всецело, так сказать, сосредоточен только на одной науке. Он был очень гостеприимным, хозяином, другом хорошим. И в его квартире очень часто собирались его друзья и физики, и люди других занятий, в том числе вот и Сергей Иванович Таниев, певица Клементова-Муромцева, которая исполняла партию Татьяна в опере Евгений Онегин. Приходила, иногда пела. Ну и многие другие люди. Студенты называли квартиру Столетова научно-культурным центром университета. Но университетское начальство относилось к этим посиделкам с большим подозрением. В 1888 году Столетов оборудовал себе рядом с физической лабораторией небольшой кабинет и приступил к новым исследованиям. Он назвал их актиноэлектрическими. Столетова заинтересовало взаимодействие света и электричества. Явление фотоэффекта, открытое совсем недавно великим Генрихом Герцем. Герц обнаружил, что некоторые вещества испускают электроны под действием света. Но теоретическое объяснение этому явлению дать не смог. Самодельную установку для актиноэлектрических исследований Столетов собрал вместе со своим неизменным помощником Николаем Усагиным, мастером на все руки. Вот цинковый лист. Это катод. Вот медная сетка или сетчатый конденсатор, как называл его сам Столетов. Это анод. Цинковый лист подсоединен к гальванометру, а сетчатый конденсатор последовательно к батареи и гальванометру. Самым загадочным в этой истории было то, что свет выбивал электроны из пластинки практически мгновенно, что невозможно было объяснить существовавшей на то время волновой теорией. Столетов обнаружил и вторую загадку. Электроны выбивались только коротковолновым светом, а на длинноволновой почти не реагировали. С точки зрения наших сегодняшних знаний о фотонах или квантах света, все загадки, с которыми столкнулся Столетов, объясняются достаточно просто. Дело в том, что излучение разных цветов состоит из фотонов, которые имеют разную энергию. Их можно сравнить с частицами, которые движутся с одинаковой скоростью, но имеют разные массы. Чем короче длина волны света, тем больше энергия фотона. Если инфракрасные фотоны можно сравнить с мелкой дробью, то ультрафиолетовые можно сравнить с пушечным ядром. Таким образом выбить из куска металла электрон с помощью мелкой дроби очень сложно. А с помощью пушечного ядра получается мощный и очень быстрый эффект. После многочисленных опытов Столетов выдал закон, связывающий критическое давление, электродвижущую силу батареи и расстояние между электродом и сеткой. Он также выяснил, что соотношение между ними есть величина постоянная. Позже ее назовут константой Столетова, а явление усиления фототока получит название первый закон фотоэффекта или закон Столетова. Однако природу наблюдаемых при фотоэффекте явлений и наличие противоречия теории с экспериментом Александр Григорьевич так и не смог объяснить. Это объяснение будет дано только спустя 20 лет великим Альбертом Эйнштейном. Открытие корпускулярной теории света произведет революцию в науке. Но первый шаг квантовой физики тем не менее был сделан Столетовым. Кстати, он же создал и первый действующий образец фотоэлемента за 15 лет до Эйнштейна и за 70 лет до того, как первый фотоэлемент нашел себе применение в технике. В мае 1889 года Александр Григорьевич получил страшное известие из родного Владимира. Умерла его мать. Маменька Александра Васильевна играла очень большую роль в жизни Александра Григорьевича Столетова. Он ее безумно любил. Уже будучи взрослым человеком, он постоянно приезжал к маменьке с подарками на Рождество, на Пасху, в обязательном порядке. И если получала сто летом уход маменьки, Александр Григорьевич очень тяжело переживал. Но работа, которая составляла смысл его жизни, не ждала. Нужно было готовиться ко второму международному конгрессу электриков в Париже. Конгресс проходил в августе. Александра Григорьевича избрали вице-президентом, и наградили орденом почетного легиона. А киноэлектрические исследования принесли Столетову мировую славу. Александр Григорьевич стал известен далеко за рубежами России. Он пользовался очень большим авторитетом у физиков своего времени и неслучайно поддерживал очень обширную переписку. например он постоянно переписывался с Киргофом, с Гельмгольцем, с Эдисоном, с Софией Ковалевской, состоял тоже в дружеской переписке. В начале 1893 года три российских академика Чебышев, Боретихин и Бикетов предложили избрать Столетова в академию. Но президент Петербургской академии наук великий князь Константин Романов наложил вето на кандидатуру московского профессора. А причина была очевидна. Конфликт с ректором университета Боголеповым достиг вельможных ушей. Столетов был крайне огорчен этим решением. Он пишет смиренное письмо графу Капнисту, попечителю университета. Как бы не смотреть на осенний инцидент, я полагал бы, что он не настолько важен и приписываемая мне вина не настолько тяжка, чтобы закрыть для меня двери учреждения, где я мог бы посвятить науке остатоке жизни. Из письма Столетова графу Капнисту. Капнист заверяет профессора, что препятствий к его избранию нет и что вето снято. Но тут весной 1893 года начинается новый виток скандала. Так называемая Голицынская история. Молодой ученый Борис Борисович Голицын, представитель уникальной, можно сказать, в своем роде княжеской фамилии, подготовил диссертацию. Эту диссертацию дали на реализирование Александру Григорьевичу Столитову. Когда Александр Григорьевич с ней познакомился, то он обнаружил ряд ошибок и недочетов, о чем сообщил Голицыну. И ходатайствовал перед руководством факультета о назначении второго рецензента. Вторым рецензентом был назначен профессор Шоколов. Когда с молодым ученым эти профессора побеседовали, попросили его, исправить ошибки, то князь Голицын отказался это сделать. То заседание ученого совета больше походило на суд над Столетовым, чем на защиту диссертации Голицына. Все недруги опального профессора обрушились на него с критикой. Профессор математики Некрасов договорился до того, что предложил признать отрицательный отзыв недействительным. Столетов заявил, что считает ниже своего достоинства отвечать на критику Некрасова антикритикой. В итоге защита диссертации была перенесена на осень. Но Столетова недвусмысленно предупредили. Если князь Голицын не станет магистром, то профессор не станет академиком. Осенью 1893 года обсуждение диссертации Голицына не возобновилось. А в конце октября Столетов узнал, что великий князь собственноручно вычеркнул его фамилию из списка кандидатов в члены академии. Ну, а сама история закончилась парадоксальным образом. Кандидатуру Столетов сняли в латировке, зато выбран был в академике Борис Борисович Голицын, который даже этого ученого звания профессора не имел. Это вызвало, конечно, очень резкую критику в научной среде по всей России. Этот факт глубоко обсуждался. Александру Григорьевичу с разных уголков России приходили письма гневные, которые говорили о том, что это беспрецедентный случай, что такого еще не бывало. Некоторые писали, что сейчас вообще почетнее быть не академиком, чем состоять в такой академии наук. Травля Столетова продолжалась все последние годы его жизни. Бесконечные доносы, все новые и новые придирки, изощренные инсинуации. Его специально провоцировали на скандалы, чтобы потом назвать зачинщиком. В январе 96-го Александр Григорьевич слег. Весной болезнь чуть оттупила. Столетов стал собираться на отдых в Крым, но не успел. Он умер в ночь с 14 на 15 мая от воспаления легких. Умер так тихо, что сестра, дежурившая возле его постели, решила, что брат наконец-то спокойно заснул. Через два месяца ему исполнилось бы 55 лет. Утром 18 мая гроб с телом профессора Столетова вынесли из квартиры и погрузили на катафалк. Траурная процессия медленно двинулась в сторону Нижегородского вокзала. В это время на Ходынском поле торопливо убирали трупы сотен людей, погибших в давке за бесплатными подарочными кульками. В два часа дня на место чудовищной катастрофы прибыл новый император. Толпы народа встретили его громовым ура. Оркестр заиграл гимн. Празднества продолжились. Профессора Столетова провожали в последний путь только самые близкие друзья, студенты да университетский сторож. Сторож скажет потом, даже в гробу породил за нас. Не соберись мы его хоронить, сколько из нас может лежал бы теперь на Ходынке. Александр Григорьевич Столетов безусловно был выдающимся физиком-экспериментатором. Его исследования сыграли огромную роль в развитии и становлении квантовой механики. А квантовая механика это вся современная электроника. Исследования Столетова посвященные магнитным свойствам различных материалов имели огромное значение для развития всей электротехники. Александр Столетов был награжден в воздаянии отличной усердной и ревностной службы орденами Святого Станислава 1 и 2 степени Анны 2 степени и Владимира 3 степени. Сам Александр Григорьевич о своих наградах никогда не упоминал. Он был великим ученым и очень скромным человеком. Субтитры